Уважаемые девятиклассники, продолжаем готовиться к ОГЭ по русскому языку и продолжаем задание 5. Мы говорили, что это очень сложное задание и нужно к этому заранее готовиться. Сегодня мы обращаемся к орфограмме «слитное и раздельное написание не с различными частями речи». Это будут не с существительными, не с предлагательными, не с глаголом, не с депричастями, не с наречием. И рассмотрим каждую орфограмму по отдельности. «Слитное и раздельное написание несуществительными». «Несуществительным» пишется слитно в следующих случаях, если слово не употребляется без «не». Невежда, невежа, неверие, невзгоды, недотёпа. Если слово можно заменить синонимом «безне», «недруг», «враг», «неправда», «ложь», «несчастье», «беда». Если слово обозначает лицо и выражает качественный оттенок, в сочетании с «не» образуются слова со значением противопоставления. Ни марксист, ни русский, ни специалист. В словах-терминах «не металлы», «не платёж». Когда же «несуществительное» пишется раздельно? Если есть противопоставление союзом «а», «неосторожность», «отросость», «нет», это не отчаяние. В вопросительном предложении, когда отрицание логически подчёркивается, «не правда ли?», но если отрицание «не» подчёркивается, то слово пишется слитно. Разве это «неправда», то есть «ложь»? Запомните часто употребляемое существительное, которое «не» употребляется без «не». Невежа, невежда, невод, недотёпа, недоумение, недоучка, недоросль, недотрога, нежность, незабудка, незнайка, неистовство, нелепость, ненависть, ненастья, неожиданность, нелогизм, неряха. Пример. «Лучше умереть, чем неправду терпеть». Как мы рассуждаем? «Лучше умереть, чем неправду терпеть». Не пишется слитно, так как при помощи данной приставки образовано новое слово с противоположным значением, то есть можно заменить синонимом без «не» – ложь. Другой пример. «Пища утоляет голод, знание истеляет невежество. Слово «не» употребляется без «не». Нет слова «вежество» – не употребляется без «не». «Не силой борются, а умением». Частица «не» пишется раздельно. Есть противопоставление союзам «а». Слитное разделе написания «не» с прилагательными. Такой же принцип. Не употребляется без «не». Ненастный, неприязненный. Образованное новое слово с противоположным значением можно заменить синонимом без «не». Некрасивый – ужасный. Невысокий – низкий. Раздельное написание. Есть или подразумевается, опять же, как существительное противопоставление союзам «а». Книга интересная, неинтересная. Есть наречия. Обращаем внимание, почему? Потому что это очень часто встречается в задании 5. Запоминаем слова «далеко не», «вовсе не», «отнюдь не», «никому», «ничуть», «ни в чем», «вовсе не решительный». С относительными прилагателями «не деревянный», «не городской» мы знаем, что есть прилагательные относительные, протяжательные и качественные. С протяжательными прилагательными книга «не мамина», с прилагательными, которые пишутся через дефис «не юго-восточный», «не ярко-красный». С прилагательными в простой сравнительной степени «не ниже», «не лучше». Солидное с прилагательными «не» не употребляется без «не», «не настный», «неприязненный». И можно заменить синонимом. Так, «далеко не», «вовсе не», это мы уже. И запоминаем слова, которые пишутся раздельно «не готов», «не должен», «не намерен», «не обязан», «не рад» и другие. Так, пример «невзрачный» пишется слитно, «не употребляется без «не». «Вовсе не увлекательный», о чем я говорила. Запоминаем «вовсе не», раздельно, так как есть наречие «вовсе». Здание было не каменное. Каменное – это у нас относительное, прилагательное, поэтому пишем раздельно. Теперь переходим к глаголу. «Не» с глаголами, как вы знаете, всегда пишется раздельно. Исключение составляет глаголы, которые не употребляются без «не». Например, «нездоровится», «невзлюбил» и так далее. Трудные случаи. Запомните некоторые слова исключения с «не». «Не взлюбить», «неволить», «негодовать», «недомогать», «нездоровиться», «неистовствовать», «недоумевать», «ненавидеть», «нездобровать». Не путайте приставку «не» и частицу «не» с приставкой «недо», которая обозначает неполноту, недостаточность действия, недобрать, недовесить, недоедать, недоплатить и так далее. Сравните. Дети постоянно не доедали суп. Суп есть, но дети его не хотели кушать. В годы войны люди недоедали, то есть было мало еды, неполнота действия. Дальше. «Не читал эту книгу» – это глагол и пишется раздельно. «Завод недовыполнил план». Приставка «недо», «недо» – приставка в значении «мало», «недостаточно», поэтому пишется слитно. «Ему сегодня не здоровилось», это слово не употребляется без «не», поэтому мы пишем слитно. Переходим к причастиям. Случаи раздельного написания не с причастиями, с краткими причастиями. Задача не решена, задание не выполнено. Если есть зависимые слова, то есть причастный оборот. Не выполненные когда? Вовремя задание. Если есть зависимое слово, то мы пишем раздельно. Если есть противопоставление, не прочитанный, а лишь просмотренный журнал. Во всех остальных случаях «не» с причастиями пишется слитно. Мы замечаем, что во всех случаях алгоритм тот же. Алгоритм тот же. Мы пишем слитно, мы пишем раздельно, когда есть противопоставление союза «ма», когда есть зависимые слова. В существительном, когда можно подобрать синонимы, почти повторяется у каждой части речи. Всегда слитно. Запомните. Наличие меры степени, усиливающие степень признака не влияют на слитное или раздельное написание причастия. Совершенно, совсем, чрезвычайно, почти. Сравните примеры. Совершенно неисследованная часть Земли. Совершенно неисследованная кем? Учеными часть Земли. Это сложно. Запомните некоторые слова, которые не употребляются без «не». Ещё несозревшие плоды. Несозревшие. Когда? Ещё. Ещё это зависимое слово. И если есть зависимое слово, то мы не с причастием пишем раздельно. Непостроенный дом пишем слитно, так как нет случаев раздельного написания. Недоумевающий прохожий. Слово не употребляется без «не». Слитно. Номер неподготовлен. Это краткое причастие. А мы помним, что «не» с краткими причастиями всегда пишется раздельно. Переходим к депричастиям. Депричастие, как у глаголов, депричастие, «не» с депричастием всегда пишется раздельно. Не сказав, не думая. Случай слитного написания. Если депричастие не употребляется без «не», так же, как и у глагола. Пример. Негодуя, ненавидя. Если депричастие образовано от глаголов с приставкой «не до». Не досыпая, не довыполнив. Не решив, мы пишем раздельно, потому что мы знаем, что «депричастие» пишется всегда раздельно. Недоумеваем, пишем слитно, потому что это слово не употребляется без «не». Написание с наречиями на «ое» пишется раздельно. Опять же, если есть противопоставление союза «ма», не высоко, а низко. Если противопоставление подразумевается «не случайно завел разговор». И если, опять же, есть зависимые слова «далеко», «вовсе», «отнюдь», «совершенно», «ничуть», «нисколько». Примеры. Вовсе некрасиво, ничуть неинтересно. Наречия на «ое» пишутся слитно. Без «не» нелепо, неряшливо. В отрицательных наречиях солидно, в отыменных наречиях сочетание «не весь что», «не даром», «не напрасно», «не даром», «не бесплатно». Они отличаются «не досуг», «не охота». Так, практика. Давайте попрактикуемся. Вовсе не обязательно. Частица «не» пишется раздельно, так как входит в состав усилительного отрицания «вовсе». Мы видим слово «вовсе», поэтому частица «не» пишется раздельно. Это у нас не обязательно. Это наречие. Это правильно. Дальше. Непроверенные никем сведения. Частица «не» пишется с причастием раздельно, так как есть зависимые слова. Проверим. Действительно ли причастие. Это причастие. Мы пишем раздельно. Почему? Потому что есть зависимые слова. Непроверенные сведения. Непроверенные никем. Вопрос. Это зависимое слово. То есть это будет правильный ответ. Не пришедшие вовремя. «Не» с полными причастиями всегда пишется раздельно. Это неправильно. Почему? Хотя это полное причастие. Это часть речи правильная. Но почему неверно? Всегда пишется раздельно. Это не всегда так. Не всегда пишется раздельно. Поэтому это неправильно. «Не думая о последствиях». Частица «не» с глаголами пишется раздельно. Это неправильно. Почему? Это не глагол. Не думая, это будет у нас депричастие. «Не рад», «не с краткими прилагательными», «не имеющим полной формы» пишется раздельно. «Не с краткими прилагательными». Краткое прилагательное. Это верный ответ. Вовсе неинтересно. Частица «не» пишется раздельно, так как входит в состав усилительного отрицания «вовсе не». Мы помним слова «вовсе не», «ничуть не», «ни сколько не». Они дают усиление. То есть это правильно. Вовсе неинтересная книга. «Не должен», «не с краткими прилагательными», «не имеющим полной формы» пишется раздельно. Проверяем. «Должен». Это прилагательное. «Не с прилагательными», «не имеющими полной формы» пишется раздельно. Это правильно. Нужно рассуждать таким образом. Я думаю, что нужно отнестись очень серьезно к выполнению решения задания номер 5. Если вы будете методично рассматривать все орфограммы, список орфограмм я дала, нужно каждый день просматривать и прорешивать задания, выяснить, запомнить эти правила. И я думаю, что выполнение задания 5 – это реально. Успехов вам на экзамене!